Спонсор программы «И я там был» – туроператор СВ «Вояж». С любовью к отдыху и заботой о каждом клиенте. Туроператор СВ «Вояж». Автобусные туры в Европу, на комфортабельных новых автобусах, авиатуры в любую точку мира и коллекция солнечных туров с прямыми вылетами из Калининграда. Звоните 37 37 40. Готен так, друзья! В эфире свежий выпуск программы «И я там был». Меня зовут Дарья Санеева, и я приглашаю вас в Баден-Баден. Смотрите, сегодня в нашей программе впечатлило до мурашек. Деликатный город или правила хорошего тона в Баден-Бадене. Экскурсия длиною в вечность или место, где интересен каждый гвоздик. Рассказать нам о Баден-Бадене согласилась наша сегодняшняя гостья и бывалая туристка Вера. Вера, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, мне, какова была цель поездки вашей? Цель была двойная. С одной стороны, хотелось отдохнуть, потому что был май месяц и конец работы уже практически в школе. Усталость накапливается обычно каждый год. А вторая цель, которая была очень для меня важна, это посмотреть достопримечательности и побывать на семинарах, которые были для меня важны, которые входили в программу поездки. А есть не секрет, семинары какого характера? Это были психологические семинары. Два семинара. Один проводил немецкий психотерапевт, один наш, русский психотерапевт. Очень опытные, интересные люди. И я очень много полезного для себя подчеркнула. То есть у вас удачная была в любом случае поездка? Если бы вы выбрали три ассоциации, да, ровно из вас, чтобы они вышли, какие-то сходы, то как бы вы описали германию? Красивая, даже можно сказать нарядная, чистая и деликатная. Деликатная. А вот почему деликатная, мне интересно? Ну, я даже как-то через себя это там почувствовала, потому что, когда я шла как-то по Баден-Бадену, там очень хорошо гулять. Так приятно, такие красивые улицы. Красивые витрины магазинов, как музеи, не говоря уже о том, что там есть и музеи. Красивые люди, улыбчивые. И вот я шла в таком прекрасном состоянии душевном. И увидела, мужчина-колясочник ехал наверх, и я видела, что ему трудно. И я вдруг поймалась на том, что я к нему по-английски обратилась, помочь ли вам. Вот, и он сказал, да. Но я помню, что я так замялась, вот, а надо ли, как это будет вообще здесь расценено, потому что что-то я знаю о правилах, да. Вот, но это уже была слишком деликатная ситуация, вот. Ну, я почувствовала, что мы так очень хорошо в ней эту ситуацию прожили и, в общем-то, разошлись прекрасно. Вы заговорили про правила и сказали, что часть из них вы знали, да, а часть из них окунулись, уже смотрели на месте. Вот мне интересует, какие правила стоит учитывать при поездке в Германию? Ну, правила, наверное, как везде. Просто нужно оставаться людьми, вести себя прилично. Ну, и вот, что мне понравилось в Баден-Бадене, в отличие от других мест, где я бывала, вот, там очень много русских. Но я не заметила, чтобы они как-то особо выделялись, и меня это очень порадовало. Потому что сама атмосфера Баден-Бадена, она там действительно культурная столица Европы. Во-первых, если ты едешь в Баден-Баден, ты уже любишь себя. Но если тебе есть, у тебя есть еще ресурсы в этом, то там можно очень хорошо его... А вот это интересно мне. А что значит, правда, если ты едешь в Баден-Баден, ты уже любишь себя? Ну, потому что Баден-Баден – это поездка не слишком экономичная, но в то же время доступная для людей, которые хотят сделать себе такой подарок. Вопрос менталитета. Вот я лично, когда приезжаю в новые города, я ощущаю разницу с людьми кожей. Вот честное слово, вот такая энергия. А у вас какие ощущения от Баден-Бадена, непосредственно от города и вообще от Германии с точки зрения людей? Ну, атмосфера очень теплая. Я себя там почувствовала в своей абсолютно атмосфере. А то есть чуждости никакой вы там не обнаружили, да? Никакой. В маленьком кафе, в котором мы оказались сразу по приезде в Германию, там много маленьких таких вот поселков. Они как маленькие города, только очень маленькие. Они выглядят как города. Они такие красивые, такие вот милые. Вот. И мы зашли в первое же кафе и увидели... Во-первых, к нам прекрасно там отнеслись все. Прямо как будто мы тут вообще живем. Вот. Просто вот. И заходимся чуть ли не каждый день. Вот. Зашел мужчина лет сорока и привел с собой маму и папу в стареньких возрасте. И вот они первым делом поздоровались со всеми, кто там сидел. Мы тоже, конечно, стараемся по-немецки здороваться, потому что это уже уважение к культуре. Я думаю, что это важно. Какие-то очень важные, какие-то главные фразы все-таки на языке страны, куда ты приезжаешь, знать. Вот. Ну, и они там посидели, кофе попили. И когда мы через какое-то время уходили, то было ощущение, что вот мы все так много переглядывались, вот. И при этом мы все чувствовали себя очень свободно и спокойно. Там нет вот такого захода в твое внутреннее пространство. Ты не ловишь на себе взглядов таких, которые назойливы, взглядов, которые тебе мешают как-то так отдыхать. Вот. Все очень комфортно. Оставляют друг другу свое пространство, да? Оставляют. Без осуждения. У меня вопрос. В Россию все больше приходят велосипедные дорожки, да? Вот мы с вами как раз пока шли, обратили на это внимание. В Европе это уже очень давно, очень легко и очень комфортно. Ну, не говоря о том, что дешево. У меня вот вопрос. На каком транспорте в основном передвигаются по Баденбадену? Там машины, там маленькие машинки, потому что горная местность, это местность Шварцвальд, вот, черный лес в переводе обозначает, вот этот тот самый Шварцвальд, о котором писали братья Гримм. И дочь мне вчера сказала, когда мы с ней смотрели фотографии, она сказала, о, так здесь же снимался фильм «Братья Гримм», я это все узнаю. Вот это прямо кадры из этого фильма. Мне страшновато было ездить. Ну, еще по самому городу ничего, но когда вот мы стали подниматься на уже к горному озеру Мумильзей, озеро Русалок, потрясающей красоты, прямо громадный черный омут. Я никогда в жизни таких деревьев не видела. Во-первых, они растут среди камней. Камни эти все падали, они остановились в какой-то момент. Между ними проросли деревца, кустарники, трава. Потом постоянно там, видимо, течет вода, особенно когда дожди. И вот там, я на фотографиях покажу, там такие дорожки, они все вот в корнях, между ними течет вода, камни и деревья. Они просто разговаривают. И когда нам руководитель нашего семинара предложил, мы гуляли вместе, ну, все вместе, группы, и он говорит, что вы можете поговорить с деревьями. Я подошла к дереву, вот, и действительно услышала, что дерево мне говорит. Ну, у меня воображение богатое, но тем не менее я умею так абстрагироваться. И мне все-таки показалось, что это действительно говорило дерево. Да, от дерева не хотелось отходить. Есть люди, которые практикуют общение с деревьями, да, и есть такая вот... Ну, как обмен энергиями, да, вполне. Да, я видела много и у нас там обнимающих деревья людей, а здесь было просто вот так вот поговорить. И вот, знаете, как есть в песне там, день прошел, как не было, год прошел, как не было, не поговорили. Ведь этот черный лес, он не просто черный, он подразумевает дремучесть, непроходимость. И там действительно, вот, для того, чтобы там подняться и пройти, еще 10 раз подумаешь. Потому что там камень на камне, вот, и деревья там в основном хвойные. Вот, там такие высокие ели. Ну, вот, например, они до сих пор, они почти без сучков, высокие, 30-50 метров высотой, от 30 до 50. Их до сих пор в Японию поставляют на экспорт. Вот, настолько они ценятся. То есть они такие ровные, красивые. Вот, и деревья стоят совершенно под разными углами. Но самое вот, что их объединяет, то, что они все очень цепко держатся за землю. Озеро находится в черте города или вам пришлось до него добираться? Озеро находится примерно в 20 километрах от Баден-Бадена, и нужно ехать и вверх в горы. И мы, когда поднимались, останавливались и смотрели вниз. Страшно. И вот, вот, подойти к краю очень было страшно. А, ну, вот, красота такая, что дух захватывает, и ты, ну, вот, в интересах хорошего снимка. Я из тех людей, которые считают, что погода очень влияет на состояние человека. Внутренняя, да, это уж абсолютно точно. Поэтому погода всегда влияет на состояние погоды в отпуске. Я бы так сказала, внутренней погоды, я имею в виду. Когда удобно и комфортно ехать в Баден-Баден, по вашей рекомендации? Я была в мае. И думаю, что это самое лучшее время. Нет жары изнуряющей, которая там сейчас. И уже все цветет. Друзья, ну, значит, мая, а другой, не менее, любопытной информации вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Пять интересных фактов». До 1931 года город назывался просто Баден. В 1863 году Достоевский впервые прибыл на воды в Баден-Баден. Этот город часто называют столицей роз. В Германии даже существует высший приз для лучшего сорта – золотая роза Баден-Бадена. Баден-Баден – город для людей азартных. Здесь расположено самое старое в Германии казино. Гоголь, Толстой, Достоевский, Тургенев вдохновлялись Баден-Баденом и нередко находились здесь во время создания лучших своих произведений. Я бы хотела, чтобы вы выделили свои личные, прям совершенно субъективные впечатления относительно трех мест за вашу поездку. Ну, о Шварцвальде я могу отнести Шварцвальд вот к чудесам света, категории чудес света. И поэтому об этом мы уже поговорили, да, и скажу о другом. Вот. Было одно очень личное впечатление, такое благодатное. Баден-Баден – это место, где были и Чехов приезжал, и Тургенев там жил. Жил там еще очень важный для меня человек, писатель русский. И вот я гуляла, и там такое прекрасное место. Я сфотографировала его там, и видно, насколько это красиво. Дорожки, там неровная местность гористая, травы очень много и разноцветные деревья. И тишина, объединенная с таким вот умиротворением, как раз меня встретила в этом месте. Я шла, шла, смотрела вокруг. И вдруг вижу фигура, стоит на шаре, и вот она настолько хорошо стоит там, она настолько тебя притягивает, что идешь, идешь, идешь. И вдруг, когда я стала подходить, и еще не увидела черт лица, я поняла, что это Достоевский. И в каком уважении, меня даже морозит, в каком уважении к Достоевскому вот сделан этот памятник, он был подарен, сделан нашими архитекторами, подарен, и они нашли для него такое место. Он стоит и смотрит на всю эту красоту. И люди, которые поднимаются снизу, идут из Баден-Бадена, тоже морозят, они вот просто встречаются с ним постоянно. А третье место? Ну, наверное, все-таки это музей Фаберже. Музей Фаберже – это вообще единственный в мире музей, где собрана только коллекция Фаберже. И причем она очень большая, 3000 наименований примерно. Все говорят по-русски. Я захожу, охранник, крупный, проходите, пожалуйста. Единственное, кто говорил с акцентом. А дальше я зашла, и экскурсовод, русская женщина, владеющая несколькими языками, она со всеми говорила на необходимом языке. И мы были только вдвоем. И она там, мужчина просто смотрел, и я зашла. И она начала нам рассказывать. И я там пробыла, я не знаю, наверное, часа 4. Во-первых, я около нее только пробыла часа 2. Потому что сначала просто я слушала, что она говорит. Потом мы с ней заговорили. Потом она начала кому-то другому рассказывать, я опять послушала. Так я дождалась следующего экскурсовода. Мне очень понравился музей Майолики. Стоит туда поехать. Там очень много современных экспонатов. Красивых, необычных, как сейчас говорят, креативных. То есть не просто там игра воображения. Там действительно есть нечто такое новое, оригинальное. И то, что сейчас востребовано. И второе, откуда я даже уходить не хотела, это постоянная экспозиция копий, картин Фрида Калок. Это знаменитая мексиканская художница. Муж ее тоже был известным достаточно человеком, Диего Ривера. Они такие два творческих человека. Понятно, что сумасшедшего масштаба личности. Да, да. И они воспроизвели тот же самый дом, который находится в Мехике, где она жила на самом деле. Так, как смогли. Но они очень постарались. Скачки в Эфицхайме. Зрелищно, захватывающе, азартно, любопытно. А как же еще описать скачки? Это не просто смотр высоких лошадиных скоростей, но еще и место, где можно обнаружить высочайшую концентрацию красивых людей на квадратный метр. Три раза в год международный ипподром в Эфицхайме принимает гостей. Каракала Терме. Две тысячи лет назад здесь купались римские патриции. Теперь же такая возможность есть и у нас. Лечебная вода поступает сюда из подземных источников глубиной в две тысячи метров. Полный спектр лечебных и СПА-процедур удовлетворит, как нам обещают, даже самых уставших от будней. Замок Хуэн-Баден. Замок был создан в 1102 году. В конце прошлого века в замке появилась одна архитектурная изюминка. В оконный проем встроена деревянная рама, называют которую Эолова-Арфа. А называют ее так благодаря 120 струнам, которые натянуты на ней и звучат при любом порыве ветра. Всегда, мне кажется, основной статьей расходов в путешествии, да, помимо развлечений и просмотров достопримечательностей и прочего, является такое то, что без чего нельзя. Нужно где-то жить и что-то есть. Поэтому давайте поговорим про жилье. За сколько примерно можно снять апартаменты и насколько дорого? Можно снять апартаменты. Апартаменты, например, 4 человека жили в апартаментах за 500 евро в неделю. Я думаю, что это нормально. То есть, очень нормально, да, то есть, доступно. А если говорить про еду? Я любитель гурман, все наши зрители уже это точно знают. Эту тему я люблю. Что попробовали такого, что прямо кайф? Мне очень понравилась индийская кухня. Заезжали в Карлсруе, где вот у нас был один из семинаров. И там недорого. Там мне очень понравилось, ну, там, блюдо из курицы. Причем там ты заходишь и можешь брать себе сколько хочешь. Вот. Ну, поскольку все это острое, лучше не жадничать. А в самом Баден-Бадене и в ресторанчиках Баден-Бадена и в кафе недорого, там, до 20-25 евро. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Мне очень понравился наш сегодняшний разговор. Он получился личный. И вот, должна сказать, что по вам сразу видно, что вы человек, имеющий серьезный роман с искусством. Это очевидно. Спасибо. Приходите к нам еще и рассказывайте. Договорились с вами? Хорошо. Друзья, на нашей следующей рубрике вы узнаете, о чем обязательно нужно помнить при поездке в Германию и Баден-Баден. Вот такой, друзья, у нас сегодня получился теплый и легкий разговор. Лето, парк и наличие мурашек. С вами была Дарья Санеева и программа «Я там был». Обязательно смотрите наш следующий выпуск. Мы расскажем, куда лучше поехать и как проводить это лето. Спонсор программы «Я там был» – туроператор СВ «Вояж». С любовью к отдыху и заботой о каждом клиенте – туроператор СВ «Вояж». Автобусные туры в Европу, на комфортабельных новых автобусах, авиатуры в любую точку мира и коллекция солнечных туров с прямыми вылетами из Калининграда. Звоните 37 37 40.